СВО завершится. Я больше чем уверен, что СВО в этом году завершится. Привет, друзья! Друг Кадырова, он же командир отряда «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Абти Алаудинов, заявил, что он уверен и у него есть данные о том, что так называемое СВО завершится в этом году. Об этом он сказал в эфире российского федерального канала. Друзья, ну, знаете что? Наверное, мы в общей сложности все вместе дружно должны понять одну вещь. Трампы, Зеленские и же подобные, они приходят и уходят. Мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. И я скажу так, я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь, может быть, кто-то будет думать, почему он так уверенно говорит. Ну, у меня, я думаю, на то есть все предпосылки. Своими словами Алаудинов выразил уверенность в том, что захватить Украину и сменить в ней власть у России уже не получится, как это было запланировано изначально. При этом он прямо намекнул российским пропагандистам и патриотам, особенно тем, кто кричал, что дойдем до Польши, чтобы они не разгоняли эту тему, а доверились Путину, ведь ему виднее, как правильно поступить и какое перемирие подписывать. А что считать победой, им объявят чуть позже. Что же касается насчет заключения мира, знаете как, ну, мы можем видеть только поверхностную часть того, что происходит. И я считаю, что мы должны всецело право решения, когда и на каких условиях мы должны договариваться, должны оставить на нашего верховного главнокомандующего. Каждый из нас должен делать свою работу. Мы, как люди с оружием в руках, на передовой делаем ту работу, которую мы должны делать. Естественно, мы должны понимать, что верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин действительно является очень грамотным стратегом. Я считаю, что он величайший в истории России политик. И я думаю, что он не заключит ни одного соглашения, которое было бы во вред нашему государству. Поэтому, когда будет заключен этот мир, когда будет это соглашение, это вопрос, я так думаю, что Всевышнего Владимира Владимировича Путина, ну и, понятное дело, русского оружия. Как вы видите, ни о каком захвате Киева, Харькова, Николаева или Одессы уже и речи не идет. Уже никто не говорит о том, что Украина никогда не существовала, что она выдумана, что Одесса это русский город и так далее. А ведь раньше они об этом только и говорили. Мы настроены на победу. Мы вернем Херсон. Мы пойдем до Николаева, Одессы и Измаила. Все, что мы слышим в последнее время, это переговоры. Причем, чтобы не выглядеть перед своим народом глупо, Российская власть пытается им внушить, что они всегда были за переговоры и вообще СВО начинать не хотели. Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров. Именно Россия с 2014 года, 8 лет, настаивала на мирном дипломатическом решении внутриукраинского кризиса на базе минских соглашений. Мы готовы к переговорам, первое, с учетом ситуации уже на земле, как что называется, и реалий. Мы готовы к переговорам с учетом национальных интересов Российской Федерации и достижения задач и целей, поставленных в рамках специальной военной операции. А давайте вспомним, какие же цели СВО озвучивал Путин в самом начале и что из этих целей им удалось выполнить. Что они могут продать своему народу в качестве победы в обмен на 600 тысяч потерь живой силы российской армии. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Защита людей на Донбассе в итоге превратилась в уничтожение этих людей и целых городов Донбасса российской армии. Деноцификация – что это вообще такое и что конкретно Россия сделала по этому пункту? Демилитаризация. На 2022 год украинская армия занимала 22 место в рейтинге сильнейших армий мира. На 2024 год она занимает 18 место в мире и 4 место в Европе после Великобритании, Италии и Франции. Украина вооружена современным западным оружием, чего до 2022 года не было и продолжает им вооружаться. Поэтому о какой демилитаризации можно говорить? Ни один пункт цели СВО в итоге не выполнен. Что касается ДНР и ЛНР, то Путин сам заявил, что это просто разменная монета. Россия признала наконец Донецкую и Луганскую Народные Республики. Ведь мы 8 лет не признавали их. Все рассчитывали договориться. 8 лет не признавали. Все рассчитывали договориться. Это как? То есть хотим признаем, а хотим не признаем? А как же воссоединение исторических территорий и тому подобное? Это просто пустые слова. Точно такие же, как и деноцификация и демилитаризация. В итоге геополитик и стратег в кавычках Путин за эти два с половиной года увеличил НАТО на две страны и на 1800 километров общей границы. Поспособствовал вооружению Украины западным оружием. Закрыл для России Черное море. Привел в упадок экономику России. И уничтожил более полумиллиона россиян. Это уже Гойда или еще нет? Гойда! Субтитры подогнал «Симон»